14 часов 54 минуты в Москве мы начинаем наш экстренный эфир, посвященный информации о смерти Алексея Навального. Об этом сообщило управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. 16 февраля 2024 года неустановленные пока субъекты совершили убийство, заказчик которого Владимир Путин. Для всего мира шок. На глазах у всей планеты президент крупнейшей страны мира расправляется со своим главным оппонентом и ни у кого нет сомнений. Это сделал он. Байден называет Путина сумасшедшим сукиным сыном. Еврочиновники ставят вопрос о легитимности президента страны. Юлия Навальная открывает глаза евробюрократам. Признаемся, что для многих из нас не новость то, что Путин убивает и то, что он делает это уже в открытую. В этом видео речь пойдет не о массовых убийствах или катастрофах, которые стали безусловным следствием политики Путина. И даже не о том, что он развязал целую войну. Хотя, вы удивитесь, и такая статья для него есть в Российском уголовном кодексе. Нет, только убийства, которые были для него нормой, если не всегда, то еще задолго до становления. Во-первых, я думаю, что у Путина, конечно, вот эта нормализация политического убийства как инструмента, генезис ее идет из его 90-х годов в Питере. Потому что там как раз мы сейчас уже понимаем, что питерская власть того периода была максимально тесно переплетена с организованной преступностью. И там это считалось просто, в принципе, нормальным способом решения проблем. То есть, я думаю, что Путин переехал уже в Москву вот с этим таким сложившимся пониманием, что ничего страшного в этом нет. И, кстати говоря, это сильно проявилось. Вот его же первой темой преемничества и президентства была Чечня и Чеченская война. И он, в принципе, тогда, вот если просто даже физиономически послушать то, что он говорит, он вполне нормально говорил о том, что своих политических противников можно убивать. В аэропорту, в аэропорту, значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем и в сортире их замочим, в конце концов. Сомнений в том, что в начале политической карьеры Путин устраивал и массовое убийство, сейчас почти нет. В сентябре 99-го года прогремела серия взрывов жилых домов. 4 сентября в Буйнахске. 9 сентября в Москве на улице Гульянова. 13-го тоже в Москве, но в здании на Каширском шоссе. 16 сентября в Волгодонске. Погибло более 300 человек, травмы получили не менее полутора тысяч. Вместе с народным негодованием в адрес чеченских сепаратистов, которые устроили теракты, растет и рейтинг молодого премьер-министра Путина, который деловито берется за решение чеченского вопроса. Перекращаются подрывы домов только тогда, когда силовики ловят сами себя на организации теракта в Рязани. В подвале одного из домов обнаруживается несколько мешков с веществом, похожим на взрывчатку. Глава ФСБ Патрушев объявляет, что все это были учения, но одновременно с этим возбуждается уголовное дело о теракте. Так спецслужбы выдают свою причастность. Взрывы домов в Москве, там есть большое количество, там есть во-первых очень четкий мотив и паттерн поведения, то есть когда они добились нужных рейтингов, взрывы прекратились, их поймали с поличным. Более того, вот этот важный момент, который часто упускается, перед тем, как их поймали в Рязани, это же обсуждалось, что это возможно взрывают спецслужбы, был там заголовок в МК на эту тему и так далее. И это было ожидаемое событие. Именно про причастность государства к терактам рассказал Александр Литвиненко, бывший подполковник ФСБ. У меня сразу возникли подозрения, что это дело рук моей бывшей организации. Уехав в Англию в 2002 году, Литвиненко опубликовал целую книгу «ФСБ взрывает Россию», где рассказал не только про заказчиков терактов, но и о мотивах Путина при организации преступлений. Тот хотел увеличить популярность и использовал для этого связи среди силовиков. Рассказал Литвиненко и о многом другом, например о том, как будучи сотрудником ФСБ, получал заказ на убийство Бориса Березовского. В России управляют бывшие офицеры КГБ, бывшие офицеры 5-го управления государственной безопасности Советского Союза. Те, кто всю жизнь занимались борьбой с инакомыслящими. В 5-м управлении всю свою жизнь прослужил Путин, потому что никогда он в разведке не служил. Он всю жизнь служил в 5-м управлении КГБ. Литвиненко после эмиграции много раз получал угрозы, но продолжал рассказывать все, что знал. Он сотрудничал с британской разведкой. В октябре 2006 года в Лондон прилетели двое россиян. Вели они себя настолько подозрительно, что британский детектив стал выяснять их имена. Оказалось, Дмитрий Ковтун и Андрей Луговой. На вопрос о целях визита оба ФСБшника под прикрытием отвечали уклончиво и отрывисто. А ведь она была простой. Убийство Александра Литвиненко. А орудием преступления выбрали радиоактивный яд полоний-210. Луговой связался с будущей жертвой и предложил встретиться за чашкой чая. Во время чаепития 1 ноября отравление и произошло. Вскоре после встречи Литвиненко стал чувствовать себя все хуже и хуже и через три недели скончался. Фотография человека, которого в европейской столице насмерть облучили путинские посланники, еще долго не сходила с передовиц британских СМИ. Скотланд-Ярд рьяно взялся за расследование и едва ли не поминутно восстановил картину отравления. Вскрылись безумные подробности. Например, о том, как Андрей Луговой выбросил контейнеры от полония в обычную урну в номере отеля. Не случайно в будущем Андрей Луговой стал и до сих пор остается депутатом Госдумы. Уровень развития у него, судя по всему, соответствующий. Британские судьи, в свою очередь, установили не только исполнителей преступления, но и почти без сомнения указали на заказчиков. Я пришел к выводу о том, что с большой долей вероятности Луговой отравил Литвиненко по заданию ФСБ, Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Далее я заключил, что Ковтун, который также действовал по тому же заданию, возможно, не напрямую через Лугового, но, видимо, понимая, на какое именно ведомство он работал. И далее я пришел к выводу о том, что операция ФСБ по убийству Литвиненко была, вероятно, одобрена Патрушевым, главой ФСБ, а также президентом Путиным. С фактом о том, что Путин отравитель, весь мир был вынужден смириться именно тогда, в 2006 году. Хотя на самом деле эту роль он примерил на себя пораньше. Как минимум одного человека путинские люди отравили еще в первый его срок. Делом это стало гораздо менее заметным, чем у Литвиненко, и вспоминается очень редко. Возможно, потому что с годами мы смирились с тем, что во главе нашей страны жестокий убийца. А ведь еще в 2003 году его жертвой стал Юрий Щекочихин. Этот журналист писал о преступности и коррупции еще в годы СССР, когда это было невероятно трудно. В особенности, если речь шла о сотрудниках правопорядка. Бывшие коллеги по новой газете и советской комсомольской правде даже уверяют, что именно Щекочихин создал в нашей стране жанр журналистского расследования. И, конечно же, незамеченным не оставался. Щекочихин, который, кстати, имел проблемы с КГБ еще в 80-е. То есть его там задерживали, допрашивали и следили за ним. То есть в этом тоже как бы наблюдается определенная преемственность. Те же самые люди, которые угрожали ему до распада Советского Союза, они за ним же пришли сразу после возвращения Путина. В относительно свободные 90-е карьера Щекочихина развивалась бурно. Он дважды становился депутатом Госдумы от Яблока, был телеведущим, экспертом ООН по вопросам организованной преступности. И продолжал заниматься журналистскими расследованиями. После прихода к власти Путина, который всячески показывал, что он вовсе не такой добрячок, как его предшественник Ельцин, Щекочихин написал к тому открытое письмо, где отругал следователей и чекистов за плохую работу. Причем в задиристой форме и почти что с угрозами. Вот пара цитат. Мне не нравится, что я, заместитель председателя комитета Государственной Думы, стал разрабатываемым сотрудниками ФСБ. Мне не нравится, что мои телефоны прослушиваются и что кто-то упорно пытается найти способ дискредитировать меня. Я писал вам о том, что вы хотите создать команду, а вокруг собирается стая. Получив ответ от клерка из администрации, я понял, что стая уже собралась и она сильнее команды. Именно поэтому копии этого письма я передам председателю Государственной Думы и руководителю фракции Яблоко, членом которой я являюсь. В письме Щекочихин требовал более тщательного расследования резонансных уголовных дел того времени. Не получив должного ответа ни на него, ни на другие запросы, он обратился в ФБР США. В 2003 году он должен был посетить Фашингтон и пообщаться с американскими детективами. Звучит совсем не фантастично, учитывая, что к тому времени следственные действия по российским коррупционным делам верились в США, Германии и Италии. К тому же в разработке Щекочихина были расследования об отмывании огромных денег в зарубежных банках, где засветились крупнейшие чиновники страны. И вдруг он стал умирать. Сергей Соколов из «Новой газеты» писал, что это была страшная смерть. За две недели человек, которому было 50 с небольшим, превратился в глубокого старика. Эффект моментального старения, медики потом объяснят. По очереди отказывали все внутренние органы, клоками сходила кожа, выпадали волосы, все тело горело, как обожженное, и было невозможно дышать, потому что, казалось, в легкие и носоглотку поступал плавленый металл. Врачи в коридоре шептались про отравление, но вслух об этом никто не сказал. Иногда только метод исключения позволяет сделать нормальные выводы. То есть, либо мы допускаем, что в случае Щекочихина была какая-то редчайшая аутоиммунная болезнь, либо мы предполагаем, что резкий оппозиционный журналист, который имел проблемы сначала с КГБ, а потом с ПСБ, умер просто от яда, следы которого сразу найти не удалось, просто потому что тогда не было ни понимания, как это искать, ни готовности к тому, чтобы это искать. Соответственно, проверяли на простейшую токсикологию, диагноз интоксикация был, собственно, да, но поскольку не нашли сам токсин, поэтому в версиях терялись, то тяжелые металлы, радиорация, но по всему было видно, что это не какое-то обычное заболевание, то есть он начал очень быстро как бы стареть, да, то есть симптомы, которые, в принципе, может вызывать радиацию, то есть запускается такая характерная аутоиммунная реакция, и я думаю, что, возможно, сегодня, если бы произошло это отравление, то мы бы гораздо проще установили его причину. В отличие от Скотландиярда, который досконально восстановил картину убийства Литвиненко, российские следователи расписались в несостоятельности и спустя пять лет закончили уголовное дело, указав, что нет события преступления. Журналисты из новой газеты, которые все это время тоже пытались провести расследование, признались, что сделать уже ничего не могут. Прокуратура так тянула время, что никакие экспертизы сделать было уже невозможно. К тому времени российское государство убило еще одну журналистку новой – Анну Политковскую. Кадыров-младший имел репутацию мальчика, который стоит в углу. И в лучшем случае ему разрешается, когда старшие говорят, подойти и налить им чаю. Он умеет лизать ручку большого белого царя и умеет при этом, абсолютно не стесняясь, в один и тот же день говорить про этого белого царя по-чеченски своим людям по телевидению, что мы найдем ему место. Представить себе, что сейчас кто-то в публичном пространстве говорит о Кадырове вот так и не извиняется после этого перед ним в течение суток – почти нереально. Но Политковская не боялась Рамзана совсем, даже когда общалась с ним вживую. Вот фрагмент из материала «Центровой из Центароя», посвященный 27-летнему Кадырову. «Будешь писать опровержение, что я не бандит? Будешь?» – орет Кадыров, явно играя на камеру. «Я тебя докажу! Ты враг! Я тебя заставлю! Ты хуже Басаева! Ты встала между чеченцами! И русские генералы встали! Если бы не вы, мы бы давно договорились!» Шабаш длился несколько часов. Рамзан то плясал, то орал, то лез трясти руку. Это июнь 2004 года. Спустя всего два года Политковскую убьют. Застрелят в лифте своего дома. Рядом с телом пистолет Макарова и четыре гильзы. Следствие в первые месяцы резонансного убийства будет вестись активно. Исполнителями назвали неких братьев Махмудовых. Нашли якобы даже организатора. Но спустя 10 лет после убийства Политковской, ее бывшие коллеги и сын Илья устроили видеопикет с требованием назвать реального заказчика убийства. А новая газета вышла с заголовком «Не смейте говорить, что убийство раскрыто». В случае с Политковской все понятно. Потому что найдены и преданы суду только исполнители этого убийства и организаторы. И то, как мы знаем, сейчас они очень технично избежали наказания, отсидев всего несколько лет. Потому что по путинскому закону участники СВО, проявившие доблесть и отвагу, могут претендовать на помилование. Про доблесть и отвагу я не знаю, которую они там совершили, так называемые СВО. Но тем не менее, они получили свободу. И сейчас находятся на свободе. То есть можно сказать, что преступление Политковского не только не раскрыто, но совершившие его сейчас находятся на свободе. А заказчик вообще даже не обозначен, не указан, не найден. Хотя мы все понимаем, что следы этого преступления ведут в Чеченскую республику, в Кадыровскую Чечню. Значит, и чего там еще таить. Сомнений в следе Кадырова в этом деле нет. Как и в том, что Путин такие действия своего подчиненного всецело одобрил. Тем более, что о самом Путине Политковская уже тогда, задолго до Украинской войны и новой холодной войны с Западом, говорил, например, следующее. «За что я не взлюбила Путина? Вот за это и не взлюбила. За простоту, которая хуже воровства. За цинизм. За расизм. За бесконечную войну. За ложь. За газ в нордосте. За трупы невинно убиенных, сопровождающие весь его первый срок. Трупы, которых могло и не быть». Кремлевская пресса моментально схватилась за аргумент, который в дальнейшем будет использоваться не раз и при устранении других путинских врагов. Смерть Политковской на руку врагам Кремля. А сам Путин разводил руками. Заказчиков убийства ищем. Все, что от нас зависит, будем делать и в будущем. Если действительно за этим стоят какие-то заказчики, которых мы не знаем, будем их искать. Еще одна трагическая судьба человека, который рассказывал правду о Рамзане Кадырове – Наталья Истемирова. Наполовину чеченка – дочка депортированного. Наталья получила высшее образование в Грозненском университете. Работала учителем истории, потом ушла в правозащиту. Она пережила вместе с родной республикой ужасы второй чеченской. А спустя годы после ее официального окончания открыто говорила – никакой стабилизации и в помине нет. На смену ваххабитам пришли бандиты. Что мы имеем в итоге? Мы имеем тысячи погибших, без вести пропавших, изувеченных людей. У нас восстановлен город, но очень многие люди до сих пор не могут себе найти в нем место. Мы имеем территорию беззакония до сих пор. Истемирова состояла в правозащитной организации «Мемориал». Была членом экспертного совета аппарата уполномоченного по правам человека в Чечне и занималась контролем за обеспечением прав человека в местах лишения свободы. Она постоянно рассказывала о том, как новое чеченское руководство увлекается внесудебными расправами, а также похищениями и пытками. Вот сейчас, например, мне пришлось заниматься случаем в горном селе Доргу, когда с января похитили около 30 человек. Этих молодых людей, в том числе двух девушек, привозили соседний райцентр. Там их пытали, мучили в одной силовой структуре. И все это продолжалось до тех пор, пока мы не сделали заявление в прокуратуру. Похищения в этом селе прекратились. Тот, кто это делал, через одного из жителей этого села пытается оказать давление на меня. Как и Политковская, Истемирова неоднократно получала угрозы от Кадырова, а также его приближенных. Вот что, например, рассказывала другая правозащитница Светлана Ганушкина. 31 марта 2008 года, когда он неожиданно вызвал Истемирову к себе, он вел себя почти неприлично. Поводом послужило то, что Наташа рассказала, что она носит платок, когда она считает это нужным. А в учреждениях официальных она не считает нужным это делать. И обсуждение крутилось вокруг платков, и он сказал, что женщины без платка его возбуждают. И он говорил, что он убивал, убивает и будет убивать. У него руки по локоть в крови, но это он будет по отношению к плохим людям делать. Закончилось это тем, что он снял ее с руководства Грозненским общественным советом, на который он же ее назначил 22 февраля этого же года. То есть чуть больше месяца назад. В 8.30 утра 15 июля 2009 года Истемирова вышла из своего дома в центре Грозного и была похищена неизвестными. Свидетели рассказывали, что перед тем, как ее затолкали в машину, Истемирова успела прокричать, что это похищение. Днем ее труп с множеством пулевых ран был найден рядом с одним из сел Ингушетии. Следствие ничему не привело, хотя правозащитники не сомневались в причастности Кадырова, а значит и негласном согласии на это Путина. А тот, как обычно, в ответ сказал, что уж кому-кому, а ему такое убийство было невыгодно, и что правозащитницу убили люди, которые хотели подставить руководство Чечни и Ингушетии. Может показаться, что Кадыров был единственным человеком, который позволял себе убивать кого-то, имея крышу в Кремле. Но это не так. Раз можно одному, то почему другим-то нельзя? 15 лет назад вся страна следила за событиями вокруг Химкинского леса, в противостоянии, в котором власти отступили, но не удержались от физической расправы, жертвой которой стал еще один журналист Михаил Бекетов. Тогда рядом с Химками в Подмосковье началось строительство скоростной дороги. Планировалась вырубка деревьев десятками гитаров. И все это рядом с и без того загазованным городом. Между защитниками леса и властями началась война. Со стороны последних большую активность проявил полковник Владимир Стрельченко, мэр Химок и бывший участник войны в Афганистане. К противостоянию он относился как к настоящей войне, не переживая о пределах допустимого. Аресты активистов, разгромы протестных палаточных городков в Химкинском лесу быстро стали нормой. За самыми заметными и неугомонными защитниками началась охота. В мае 2008-го неизвестные взрывают машину главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова. Он пишет о том, что к этому может быть причастен мэр Стрельченко. Тогда, в ноябре 2008-го года, до полусмерти избивают самого Бекетова. Это был журналист, который выпускал газету «Химкинская правда» на свои средства, вообще в своем доме. Он был там всем, и главным редактором, и главным журналистом. И Миша очень активно боролся с путинской властью, и в том числе с ее представителями в Химках, которые отреагировали на протест жителей против уничтожения Химкинского леса под платную трассу Москва-Санкт-Петербург, инфраструктуру, которая уничтожала 2500 гектар Химкинского леса, ну по планам. Собственно говоря, Миша был одним из первых журналистов, который вообще начал об этом писать. И реакция Химкинской власти была просто неадекватна. В 2011 году правительство России присудило Беккетову премию в области печатных СМИ. А вот следствие по его делу власть вела хуже, чем награждала. Ни подозреваемых, ни задержанных в уголовном деле так и не появилось. И если в случаях Системирова и Политковской все знали о причастности Кадырова, но он избежал любых допросов, то в деле Беккетова мало кто сомневался в том, что участвует Острельченко. Но, конечно, в уголовном деле о нем ничего нет. В своем страшном состоянии инвалид Беккетов прожил еще 5 лет и в 2013 году умер. Страшное избиение Михаила Беккетова случилось в ноябре 2008 года, а всего через 2 месяца после него в России прогремело еще одно политическое убийство. Убит адвокат Беккетова Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова. Сейчас Маркелова вспоминают по большей части из-за гибели, но посмотрите на это фото. В 2004 год молодые Илья Яшин, Алексей Навальный, маленький московский митинг против вырубки лесов. Третий человек, который стоит рядом с ними в Дубленке, это и есть Маркелов. Он часто помогал политическим активистам, а еще защищал антифашистов и левых, которые подвергались нападению скинхедов. Защищал он также жителей Чечни, пострадавших от рук солдат и офицеров российской армии, в том числе и в громких делах. Например, семей погибших при штурме театрального центра на Дубровке, а еще потерпевших при массовом избиении ОМОНом в Благовещенске. Когда российский офицер Юрий Буданов убил чеченку Эльцу Кунгаеву, а по некоторым данным и надругался над ней, то адвокатом семьи Кунгаевых стал Маркелов. Еще он был адвокатом бывшего чеченского боевика Заура Мусяханова, который сложил оружие, но после отказа присоединиться к службе безопасности Кадырова был арестован. Работа Маркелова была опасной, в те времена процветало уличное насилие. Правые группировки нападали на мигрантов и убивали их. Антифа, среди которых было много анархистов, активно этому противостояли. В итоге нации перешли к убийствам антифашистов. Станислав Маркелов организовывал социальные форумы и даже планировал создание социал-демократической партии. Такая протестная активность была неприемлема, как для ультраправых, так и для Кремля. У меня странная ситуация. Я оказываюсь адвокатом всех, кто попал в эти страшные истории. Я устал. Я устал встречать своих знакомых в криминальных хрониках. Я устал от того, что за неделю до происшедшего мы сидели с Михаилом Бекетом в его доме. И он мне жаловался, что он один против всех. И это оказалось правда. Я устал от того, что я открываю уголовные дела. И первым же пунктом обвинения идет то, что человек является представителем движения Антифа. И за это не только предъявляют обвинения, а за это арестовывают и сажают, как сейчас Олесину. Активно про фашистские и неонацистские группировки рассказывала и Анастасия Бабурова. В ее материалах были подробности о том, как головорезов крышуют силовики, которые таким образом рассчитывали победить этнические преступные группировки. За полгода до убийства Бабурова писала родителям в письме. Я живу в 7 минутах маршруткой от метро Ленинский проспект. Адрес не сообщаю, потому что мне так спокойнее. Во-первых, не хочу, чтобы обо мне волновались. Вторая и главная причина – я категорически против, чтобы мой адрес был сообщен кому бы то ни было. Ввиду моей профессии это очень серьезно. И все же убийцы настигли как ее, так и Маркелова. Все случилось в январе 2009 года, когда адвокат и журналистка шли с пресс-конференции. Тогда на них набросился убийца и расстрелял из пистолета Браунинг 1910 года. Маркелов погиб на месте Бабурова вечером того же дня в больнице, не приходя в сознание. К концу года следствие настигло убийц. Ими оказалась пара Никита Тихонов и Евгения Хасис. Станислав Маркелов шел справа, Анастасия Бабурова шла слева. Я произвел выстрел с затылок Станислава Маркелова в ходу. Он сразу же упал. Перевел пистолет в левее и произвел выстрел в голову Анастасии Бабуровой. Она в тот момент немного повернула голову на выстрел. Она тоже сразу упала. Я ее не бил, ничего с ней не делал. Сразу после этого я развернулся и произвел выстрел в область головы Станислава Маркелова. Я не уверен, что я в него попал. Я не уверен, что я в него попал царем быстро. После этого я вложил пистолет в карман. Быстрым шагом, возможно даже и бегом, я направился в сторону метро. Он получил пожизненное, а на 18 лет лишения свободы. Оба состояли в рядах группировки Борн, боевая организация русских националистов. И можно было бы счесть это преступление раскрытым полностью, но и за решеткой оказались не все фигуранты. Никита Тихонов в своих показаниях изобличил некоего Илью Горячего. Тот козырел работы в администрации президента и просил от имени администрации помешать Маркелову в развитии политической карьеры. Ведь его партия могла усилить мигрантов, геев, людей с девиациями. Более пристальное внимание к биографии Горячего показало, что у того были действительно хорошие связи. Если не в администрации президента, то как минимум в Госдуме. А сам он создал организацию «Русский образ», которая с помощью протекции Кремля помогала в организации ультраправых маршей и концертов в Москве. Горячев тоже получил пожизненное по делу группировки Борн, но его связи с администрацией так и остались нерасследованными. Как и вклад Кремля в то, что опасная группировка наций-убийц покупала оружие и имела защиту от властей на протяжении нескольких лет. Наконец, вопиющим беззакониям можно считать то, что никакого наказания не получил привилегированный друг убийц Дмитрий Стешин. Ты понимаешь, что это кровавое колесо, крутящееся, иначе не остановим. Оно у нас размажет, оно прокатится по всей стране. И именно на квартире Стешина убийца Никита Тихонов скрывался в трудные моменты жизни от ментов. Именно Стешин помогал тому добывать оружие. Тем не менее, отделался Стешин легким испугом. И его к делам об убийствах не привлекали. Сейчас же человек с большими симпатиями к представителям ультраправого мира активно рассказывает про деноцификацию на страницах родной газеты «Комсомольская правда», где уже много лет работает, а также в эфирах федеральных телеканалов, куда его зовут как уважаемого военкора. Сломан хребеток украинской военной машины, плюс Бог нам помогает неочевидно. Помимо адвоката Станислава Маркелу, а в том же 2009-м, был убит и другой юрист, и тоже за профессиональную деятельность. Аудитор Сергей Магницкий, к 35 годам, руководитель отдела налогов и аудита фирме Firestone Duncan, оказывающей юридические услуги, в том числе и фонду Hermitage Capital Management. Hermitage – крупнейшая инвестиционная компания, которая в тот момент работала в России. Но к 2005 году у нее начались большие проблемы. Фонд возненавидели в ФСБ, потому что тот случайно обнаружил хищение, которыми занимался «Газпром» и другие госкомпании. Поняв, что в России им работать не дадут, американцы вывезли своих сотрудников из страны и, по сути, завершили бизнес здесь. Одним из немногих, кто остался, был Сергей Магницкий. Он устроил настоящее расследование хищений и пришел к шокирующим выводам. Синовики похитили у фонда огромные деньги, причем создали для этого целую схему с участием специально созданных компаний пустышек. Сначала заставили Hermitage Capital заплатить свыше 5 миллиардов рублей налогов, а потом вернули их у государства обратно, но уже на счета подконтрольных дочек. Речь о сумме 5 миллиардов 400 миллионов рублей. Вот что рассказывал глава Hermitage Capital Уильям Браудер. Мы собрались в моем кабинете и позвонили Сергею, чтобы поздравить с невероятным успехом в расследовании. Вот только Сергей был расстроен. Разгадка не принесла ему радости. Эти деньги были украдены у налогоплательщиков, а значит у него, его семьи, его друзей, у всех, кого он знал. Это, пожалуй, самое гадкое, с чем я сталкивался в жизни, сказал он. Подтвердил открытие Магнитского позже и Алексей Навальный. Руководитель этой налоговой службы, которая удивительным образом за один день вернула якобы переуплаченный налог. 5 миллиардов рублей. Это совершенно беспрецедентная вещь. За один день? За один день. 5 миллиардов. После многочисленных заявлений Браудера и его адвокатов было заведено дело о краже компании 5 июня 2008 года. Сергей Магнитский пришел в Следственный комитет, чтобы дать показания и с удивлением обнаружил в кабинете следователя подполковника МВД Артема Кузнецова, об участии которого в краже компании он собирался свидетельствовать. На чьей стороне государство уже был не секрет. В ноябре с обыском пришли в квартиру Магнитского, а его увели и посадили в СИЗО. Там пытались сломать психологически, о чем сам Магнитский рассказывал родственникам и адвокатам. Я уверен, что мне намеренно создаются такие невыносимые условия сведома следствия. Я уверен, что единственной возможностью прекратить все эти издевательства надо мной является согласие с надуманными обвинениями, оговор себя и других лиц. Я не доверяю следствию, считаю всех членов следственной группы исполнителями чьего-то преступного заказа. Я не признаю за собой никакой вины, я не завершал никаких преступлений, в том числе тех, которые мне инкриминируют. В один из дней 2009 года Магнитский пожаловался на острую боль в животе. Тюремные врачи сначала оказывали помощь, но потом принялись усмирять человека. Измученного юриста приковали к креслу. Кроме того, привлекли конвой из 8 человек, который применял физическую силу и дубинки. Когда к Магнитскому допустили врачей настоящих, тот уже был мертв. Ну, там был заказ в смысле помучить. То есть, все-таки здесь ситуация, конечно, другая, потому что Магнитский был болен, и ему не оказывалась медицинская помощь. Но это, я думаю, что когда они принимали решение, конечно, Путин в этом деле участвовал, 100%. И когда они принимали решение, вот, помучить Магнитского, я думаю, они совершенно хладнокровно смотрели на перспективу того, что он может и умереть при таких пыточных условиях. И, в общем-то, это рассматривалось, как мне кажется, как такая черная метка, типа сигнал. Вот видите, как мы можем. То есть, условно говоря, меткой браудеру и другим, да, чтобы они не высовывались, иначе все тоже туда последуют. Следствие сначала указывало в причинах смерти разрыв поджелудочной железы, но затем пришло к выводу, что это был сердечный приступ. Спустя годы выводы по ситуации сделала прокуратура, и он был таким же шокирующим, как и расследование самого Магнитского. В убийстве юриста, по сути, обвинили его коллег. То есть, за смерть человека в российской тюрьме ответственность нести должны американские инвесторы. Именно браудер более других был заинтересован в смерти Сергея Магнитского, чтобы избежать разоблачения. Это сообщество было создано на территории Российской Федерации и продолжает действовать до настоящего времени, начиная с 1997 года. Оно создавалось в целях совершения тяжких экономических преступлений, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Ни один налоговик, тюремщик, следователь, ФСБшник за делом Магнитского, где фигурируют миллиарды воронных денег и страшная смерть человека, ответственность так и не понес. Еще одно убийство, в котором виноваты, видимо, соратники, а не политические оппоненты – Борис Немцов. Один из самых ярких политиков 90-х, губернатор Нижегородской области, вице-премьер, член партии «Союз правых сил», а после ее закрытия и других оппозиционных объединений. С самого момента прихода Путина к власти Немцов не прекращал его активно критиковать. Одна из его цитат входит в число популярнейших высказываний о российском президенте. Он ебаный, Владимир Путин, чтоб вы поняли. Понятно, да? Существует даже мнение, что именно за эти слова Немцов и был убит. На самом деле в активе Немцова и без того было немало смелых и гораздо более содержательных высказываний и публикаций. В частности, накануне гибели он готовил большой доклад «Путин. Война» об истинной подоплеке, агрессии против Украины и аннексии Крыма. 1 марта 2015 года Немцов и его соратники планировали провести очередную протестную акцию. А вместо этого прошел марш памяти Бориса Немцова. Сам он был убит за три дня до этого. На Москворецком мосту, совсем рядом с Кремлем, убийца сделал несколько выстрелов в спину и сбежал. Камер в этом районе много, но все они оказались неработающими. Следствие по горячим следам задержало двух чеченцев, а организатором назвали кадыровского приспешника Руслана Геремеева. Кадыров намекнул, что может быть причастен к расправе, но следствие это как будто бы не заинтересовало. Соратник Немцова Владимир Милов все годы после убийства высказывается однозначно. Такое преступление могло произойти только с одобрения Путина. Мы, кстати, это говорили об этом с Навальным, когда мы пришли через год после убийства Немцова. А вот там в полдвенадцатого, когда там люди приходят вот именно в час убийства и стоят с минутой молчания памяти Бориса на мосту. И мы с ним, с Навальным стояли рядом, и он знал все эти мои выводы, что это Путин спланированно, это никакие там не чеченцы. И он мне сам сказал, он показал мне вот на эти камеры, которые стоят там на стенах Кремля, там просто огромное количество-то всего. Он говорит, ты знаешь, Вов говорит, вот когда здесь находишься, вот на этом месте, ты, конечно, понимаешь, что это они, да, что это не могли быть какие-то случайные вот люди и так далее. Поэтому у меня сразу вот с первых там минут, как, я, кстати, в Киеве был, когда это все произошло и в прямом эфире узнал эту новость, у меня прям с первых минут, когда я понял, где это произошло, не было никаких сомнений, что это не какие просто там чеченские гангстеры, а это спланированная такая централизованная операция. Как вы понимаете, здесь тоже не обошлось без путинской классики. Сначала следствие разберется, особый контроль, неотвратимость наказания, затем Путину убийство было невыгодно. В кремлевском сливном бачке Комсомольской правде, например, публикация об этом вышла всего через неделю после преступления. Там так и сказано. Путин был заинтересован в его смерти? Нет, нет и еще раз нет. Если бы ему могло прийти в голову, что Немцов в опасности, он бы сделал все возможное, чтобы предотвратить убийство. Хотя бы потому, что не мог не понимать, что Запад обязательно возложит ответственность на него. К концу второго десятилетия путинского правления право на безнаказанное убийство получили уже не только его силовики или главы регионов, но и тот, кто в истории останется как повар Путина. В 2018 году Евгений Пригожин убил трех российских журналистов. Архана Джамаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Пригожин шифровался как успешный бизнесмен, но в это же время на госденьги создавал целые империи, причем не только в России, но и в Африке. Там уже создавались армии подконтрольные Пригожину, велась борьба его силами за местные ресурсы. Военный журналист Архан Джамаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко летом 2018 года полетели в Центральную Африканскую республику снимать фильм о деятельности группы Вагнера и о золотых приисках, которым та протягивала руки. Действовали журналисты от Центра управления расследованиями, который спонсировал Михаил Ходорковский. А расследователи прибыли в столицу страны-город Банги. Оттуда их должен был ввести местный опытный человек по имени Мартин. Контакты его дал некий Кирилл Романовский. Когда журналисты двинулись вглубь страны, то были остановлены на одном из блокпостов, а на следующий день найдены убитыми. Мартина, как позже выяснилось, никогда не существовало. Кирилл Романовский сначала отрицал, что имеет связь с пригожинскими структурами, но позже перестал открещиваться и даже выпустил книгу «Восемь лет с Вагнером». В начале 2023 года Романовский умер от опухоли мозга и так и не рассказал детали убийства журналистов в Африке. Известный тролль Евгений Пригожин после убийства трех человек превзошел самого себя и пообещал установить за свой счет памятник этим самым журналистам. И только по просьбе родственников передумал. От обвинений в преступлении, конечно же, отмахнулся, а всю вину возложил на Михаила Ходорковского, который специально якобы отправил людей на смерть. Да, настигла их, потому что трое корреспондентов якобы просто наткнулись на бандитов. К такому же циничному выводу спустя полгода пришел Следственный комитет. Журналистов Ходорковского убил сам Ходорковский. А Путина все это вполне устроило. 23 октября российский президент Владимир Путин обсудил расследование с президентом цар Фастеном Арканджем Туадера. Оба, по словам пресс-секретаря Путина, удовлетворены уровнем взаимодействия правоохранительных органов двух стран и намерены довести расследование до конца. Пригожин мучил, убивал, терроризировал людей годами. И, конечно, все это было с согласия Путина. Однако в 2023 году пришло время и самого Пригожина Евгения Викторовича, 1961 года рождения. Владелец ЧВК Вагнера, ресторанный магнат и просто путинский повар Пригожин годами отрабатывал самые грязные заказы Путина, но до поры до времени умудрялся и быть в повестке, и таинственно прятаться. Его фотографии было наперечет, видео тем более, даже голос слышали редко. Многочисленные подконтрольные Пригожину СМИ и телеграм-каналы публиковали только текстовые версии его высказываний. Однако с начала войны в Украине Пригожин перестал скрываться и все больше появлялся в паблике. К началу 2023 года видео с его участием стали появляться ежедневно. На них он нещадно критиковал министра обороны Сергея Шойгу, а еще хвалил свою частную военную компанию Вагнера, от которой ранее открещивался. В июне 2023 бывший питерский бизнесмен повел свои войска на российские города. Еще раз, мы сюда приехали, мы хотим получить начальник генштаба и Шойгу. Пока их не будет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем в Москву. Вагнеровцы взяли под контроль Ростов, Воронеж, двигались в сторону Москвы, но в последний момент решили остановиться. А обиженный на Путина Пригожин поговорил с Александром Лукашенко, который примирил оппонентов и согласился принять вагнеровцев на территории Беларуси. Гарантии безопасности дали как Москва, так и Минск. Спустя два месяца стало ясно, чего стоили эти гарантии. Самолет Пригожина разбился в Тверской области. На борту находился он сам, а также высокопоставленные начальники группы Вагнера и экипаж. Всего 10 человек. Но для Путина, который к тому времени провел у власти больше 20 лет и развязал не одну войну, все эти жертвы были всего лишь погрешностью на пути к мести, вышедшему из-под контроля слуги. Гибель Пригожина спустя полтора месяца он комментировал с таким задором, чтобы никого уж точно не было сомнений. Да, убийца – это он. В телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было. Это уже установленный факт. Факт – результат экспертизы, проведенный Следственным комитетом Российской Федерации. Ну, следствие не завершено. Да, к сожалению, наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилось. Хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружило не только 10 миллиардов наличными, но и 5 килограмм кокаина. И все же взрывы самолетов или выстрелы на мосту для Путина не правило, а исключение. За годы во власти он взрастил целые институты и организации, которые умеют убивать бесшумно и почти бесследно. Жертвами лаборатории смерти в разные годы становились Тимур Куашев, Руслан Магомед Рагимов и Никита Исаев. Это установили в совместном расследовании «Беллингкэт» и «Инсайдер». Куашев был одним из немногих независимых журналистов в Кабардино-Балкаре. В 2014 году освещал судебный процесс о вооруженном нападении боевиков на Нальчик 2005 года и рассказывал о нарушениях, в том числе со стороны ФСБ. В том же 2014 году его нашли мертвым на окраине Нальчика. Под мышкой след от шприца на лице и коленях ссадины и гематомы, но официальной причиной смерти была названа коронарная недостаточность. Магомед Рагимова убили в Каспийске в 2015 году. Он тоже вел активную общественную работу. По официальным данным, смерть наступила от удушья, но родственники рассказывали, что находили на теле покойного две странные точки, похожие на след от уколов. Еще одна загадочная смерть Никита Исаев, лидер движения «Новая Россия» и советник главы «Справедливой России» Сергея Миронова, который умер 16 ноября 2019 года в поезде Тамбов-Москва. Якобы от сердечного приступа. Никита Исаев, политик, которого, кстати, довольно многие знают, потому что он выступал по телевидению и был такой довольно активный. Но он никогда не был суперопозиционным. То есть он вообще дружил с Сурковым и занимался вообще больше какими-то такими региональными экологическими проблемами, как более безопасными. Я общался с его женой, она говорила, что Никита, если бы ему администрация сказала, что вот это делать ни в коем случае нельзя, стал бы ему угрожать, то он бы никогда не стал эту тему поднимать публично. То есть он не такой, то есть это не Навальный совсем. Поэтому она была очень удивлена тем, что мы раскрыли это убийство. И Никита Исаев, и Тимур Куашев, и Руслан Магомед Рагимов погибли от рук отравителей из ФСБ. Причем многие из убийц занимались и слишком за политиком Алексеем Навальным. Именно они устроили покушение на него летом 2020 года. Во всех трех случаях официальная причина смерти была определена как ненасильственная. Но, конечно же, это не так. Одно из доказательств тому – маршруты сотрудников ФСБ. Они совпадают с маршрутами или местонахождением убитых журналистов и общественников. Как устроена путинская система убийств, то в ней очень много разных элементов. В ней есть, например, убийцы из ФСБ, из Вымпела, например, которые не только по России, а еще и по всему миру летают и убивают своих противников. Они, например, убили Харгашвили. Есть убийцы, которые на самом деле вообще там бандиты, которые работают на власть. И это очень удобно, потому что их можно подведить, и потом, если что, взятки гладкие. Но если мы говорим именно о ФСБшных убийцах, которые работают внутри России, то эта система, как правило, работает в связке из двух групп. Это вторая служба ФСБ, которая российская, Гестапо, которая занимается у нас мониторингом экстремистов. И не едва ФСБ, он же Центр специальных технологий, это именно отравители-ученые. Иногда ученые не нужны, иногда, например, гестаповцы могут работать в другой связке. Например, убийство Немцова. Там мы тоже увидим, что вторая служба ездит за Немцовым. И в конце, в решающий момент, уже чеченцы включаются и совершают, собственно, непосредственно убийство. Поэтому в связке с гестаповцами могут быть не только отравители, могут быть чеченцы, могут быть бандиты, могут быть кто угодно. Но они именно те, кто определяют, я так понимаю, что вторая служба ведет список черный, кто должен быть убит. Они за ними следят, они организуют это убийство. А дальше же они подключают, например, отравители с второй службы, если это нет. Операции по отравлению ФСБшниками не всегда успешны. В частности, до конца не довели покушение на Дмитрия Быкова и Владимира Карамурзу. Про многие случаи мы наверняка не знаем. Не стоит также забывать о, как минимум, загадочных смертях. Не надо забывать о том, что были убийства, которые не попали в официальные сводки. И сколько их было, мы не знаем. Но есть, как минимум, два, про которые мы можем говорить достаточно уверенно. Это убийство руководства Рососада, антидопингового агентства. Когда с разницей пару недель один за другим, по невыясненным причинам, умирают, будучи довольно молодыми, два руководителя антидопингового агентства. И происходит это ровно после того, как Ротченков сбегает за границу. И начинается расследование, где оба русадовца являются ключевыми свидетелями. Если вам мало и этого, то есть и другие подозрительные истории. Например, о гибели журналиста Артема Боровика, который готовил материал о детстве Путина и погиб в авиакатастрофе в 2000 году. Или журналист Пол Хлебников, которого застрелили в центре Москвы в 2004. Ну и так называемых загадочных смертей за путинскую эпоху тоже хватает. То есть, ну, вряд ли можно говорить, что были еще сотни жертв. Но мы же не видим тех, кто в Москве. А в Москве большинство, скорее всего, было из жертв. Просто мы, поскольку, если мы будем судить по переездам по городам, мы этих данных не увидим. Вот, так что, ну, я думаю, что вполне может быть и пара десятков человек, где мы просто думаем, что это какая-то смерть от естественных причин, в то время как она совсем от неестественных. Конспирологических теорий о тех, кого и когда убили по приказу или с одобрения Путина, будем честны, тоже немало. Однако самое громкое убийство Путин совершил 16 февраля 2024 года, когда в колонии особого режима расправился с Алексеем Навальным. Пока что власти либо не комментируют случившееся, выдавая смерть за случайность, либо, да, они снова намекают на участие Запада. Как вы понимаете, эта тактика нарабатывалась годами, десятилетиями. И если они ее снова используют, то просто говорят, да, убили мы, и да, мы издеваемся. Нет сомнений, что они будут убивать снова и снова. Хотя бы потому, что не могут иначе. А нерегитимный президент Путин пойдет перезбираться на очередные выборы. Способ ответить ему принять участие в акции «Полдень против Путина». Продолжение следует...